Это очень трудно понять, если никогда этого не делал. Легко, значит, делали. Значит, делали. Да? Добрый вечер, у меня такой вопрос. А если вместо молитвы я использую практику йоги? Вот насколько это... Ну, что вы имеете в виду? Вот расскажите, что вы используете. Как-то йога практикует. Хорошо. В чем она выражается? Просто в упражнениях? Нет, за дыханием, в упражнениях. На что вы настраиваетесь? На что вы настраиваетесь? На внутреннее состояние. Ну, как вы побеждаете ситуацию? Вот у вас есть ситуация. Как вы ее побеждаете? Ну, с одной стороны, вот так, правильно, то это мобилизация, то есть, это внутренняя настройка на... Я вас понял. Все, вопросов нет. Все нормально, но неэффективно. Почему? Сейчас объясню. Смотрите, вы берете и делаете какую-то аскезу. Допустим, можно просто стоять неподвижно, и эта аскеза, она приводит к внутренней силе и победе. Это означает, победил своими силами. Аскеза увеличивает способность человека к победе. Можно просто поститься. У меня был один друг, который так действовал. И он постился по 15 дней. И разок была такая ситуация, у нас был фестиваль, и тучи сошлись. И как бы, ну, а фестиваль был на открытом воздухе, он срывался. И он пошел, там ручей тек такой, знаете, по пояс воды. Он пошел в этот ручей, встал. Осень уже была, холодно. 15 дней поститься человек. Встал по пояс в этот ручей, вот так руки поднял, вот так. И тучи пошли расходиться. Своими глазами видел. Но он потерял себя, этот человек. Потому что все, что он делал, дальше он начинал этим гордиться. У него развилась мания величия. Аскеза, которая не направлена ни на кого, кроме себя, делает человека только гордым, и все. Потому что если Бог помог или наставник помог, гордиться нечем. А если помог я сам себе, тогда с каждой такой помощью вы будете верить в себя все больше и больше. Но это только одна сторона медали. По факту, знайте, что есть три типа тяжести судьбы. Первая тяжесть можно преодолеть своими силами. Это легкая судьба. Вторая степень тяжести судьба, в которой ты можешь победить только командой или с помощью дружбы. Третья степень тяжести, это когда ты можешь победить с помощью старших, или благословений, или знания. И четвертая степень тяжести, когда ты совсем не можешь победить. Это бывает редко, но бывает. Об этом мы сейчас не будем рассуждать. Это значит, что у вас другая цель уже в жизни. Не бизнес, а какая-то другая. Но мы сейчас хотя бы о третьей степени тяжести поговорим. Вот смотрите, эта третья степень тяжести такова, что вы с помощью йоги не победите эту ситуацию. Потому что слово йога переводится «связь». Понимаете, по факту правильно я тоже практикую хатха-йогу. Я вам сейчас объясню. Но во время хатха-йоги я совершаю молитву. У меня ум занят не тем, что он просто успокаивается, а он находит источник счастья. Вот дайте все это понять, что есть разные степени концентрации. Можно просто успокоиться, а можно соединиться с миссией. Если вы во время хатха-йоги, статические упражнения увеличивают концентрацию внимания. Человек становится сосредоточенным. Но если вы во время хатха-йоги будете думать о Святой Матроне, или я не знаю, какая у вас вера, неважно, будете думать о человеке, который может дать полномочия, полномочия и силы, и просто будете говорить, я хочу жить честно, помоги мне справиться с этой ситуацией. Я хочу быть слугой Бога, слугой высших сил. Помоги мне, я хочу быть с тобой. Помоги мне. Просто своими словами, если у вас нет молитв. То вы начнете чувствовать контакт с этой силой. И потом постепенно сначала спокойствие в сердце, когда ты сам с помощью своей аскезы это спокойствие сделать не сможешь. Например, я предполагаю, это может быть не точно, но мне так кажется. Где-то 3-3,5 года назад у вас была ситуация, в которой вы не смогли сами себя успокоить. Эта ситуация была, как мне кажется, связана с личной жизнью. Вам йога помогла, нет? Частично. Частично. А вот если бы вы думали о святом человеке или о Боге в этот момент, вы бы помогли себе не частично, потому что, когда человек связывается с высшей силой, его полномочия возрастают в десятки, или в сотни, или в тысячи раз, в зависимости от его веры. Поняли теперь, о чём я говорю? Спасибо. Спасибо вам, что вы поняли. А можно вопрос по режиму дня? Я ещё не закончил тему, давайте я продолжу её. Мы говорим, сейчас тема раскрывается, когда понятна необходимость. Утреннее время — это время победы над собой и над своей жизнью. Это не время, чтобы выспаться, а время победы над судьбой. Дальше, смотрите, запускается судьба. Чем выше стоит Солнце, тем больше закручивается судьба. Поэтому, если вы хотите решить ситуацию, разрешите её, разрешайте её пораньше. Если вам, допустим, выбор, операцию делать пораньше или попозже, делайте пораньше. Чем выше Солнце, тем сильнее закручивается судьба. А когда оно перевалило через зенит, оно садится, тогда судьба уже не закручивается, а тю-тю. То есть она падает уже, судьба, понимаете? Она уже не в ту сторону идёт. Когда Солнце поднимается, судьба закручивается, когда садится поезд, уже уходит. Молитва в самое раннее время. Потом утро предназначено для осознания. Утром надо решать вопросы, надо понимать, что делать, пытаться понять, что делать. День предназначен для труда, для действия для самого. Вот это уже прямое действие. Вечер предназначен для любви. Человек вечером не должен работать, он должен отдавать его семье. Потому что когда восходит Луна, Луна — это энергия любви, это родственные отношения, это не отношения, а бизнеса. Отношения бизнеса под силой Солнца идут. Солнце идёт вверх, мы делаем бизнес, чуть-чуть садиться тоже делаем. Но полвосьмого вечера в Москве, до свидания, бизнес. Иначе вы просто будете зря время тратить. Потому что бизнес означает влияние. Нет влияния Солнца, нет бизнеса. Есть влияние Луны. Если вы хотите с секретаршей как бы подружиться, тогда это вечер. Но если вы хотите деловые дела решать, тогда это утро и день. Итак, смотрите. Луна предназначена для отдыха. Человеку нужен покой. Если человек не отдыхает, он не может быть сильным. Он не может концентрироваться. У него нет памяти, нет воли, нет решимости, нет энтузиазма, нет здоровья. Луна даёт всё это человеку. Если брать полвторого ночи в Москве, это середина сна. Если человеку, который занимается ответственной деятельностью, нужно в среднем 7-8 часов спать, тогда берите по 4 часа от полвторого. 4 в сторону вечера сколько? А? Полдесятого, полдесятого. Девять тридцать. Девять тридцать. Четыре в сторону. Утро? Шесть тридцать. Пять тридцать. Пять тридцать. Вот оптимальное время сна. Полдесятого, если это правильно, да? Четыре часа. Если вы, допустим, 7 часов достаточного спать, тогда с 10 до 5. Это оптимальное время сна. Не думайте, что вы орлы перед солнцем и луной. Или жаворонки, понимаете? Если вы не будете вовремя ложиться, психика будет напрягаться. Чем позже ложимся, тем больше напряжение копится и краски жизни тают. Если ложимся, встаем рано, не встаем рано, вот это как раз об этом. Ничего не успеваю. Вот смотрите, как это происходит. Когда солнце уже взошло, а человек еще лежит, то в это время у него психика, то есть солнце не поднимает психику, его затормаживает в это время. То есть он встает, вот вспомните себя в 11 часов утра. Вроде отдохнул. Мозги вспотели. Ну то есть человек даже не понимает, где он находится толком. Ну то есть понимаете, в 11 часов утра встает, как ты успеешь, если у тебя нет концентрации? Концентрация возникает, если ты рано встал. Понимаете, чем позже встает человек, тем он более заторможен. Он растормаживает, только к вечеру, когда солнце уже село, начинает бизнесом заниматься. Солнце уже село, нет силы. Сил дает солнце. Пища переваривается полвторого максимума пищеварения. Значит, надо кушать чуть пораньше. Допустим, полпервого обеда. Это значит, что она сама будет перевариваться. Ее не надо переваривать. Но если вы вечером поели, в 6 часов обед сделали, это значит, что через 40 минут у вас будет 3 синдрома. Первый синдром. Синдром застывшей строки на документе. Вы читаете так, оп, и на одном месте. Потому что мозги ушли в пищеварение. Это одна и та же энергия. Второй синдром. Синдром кивка. Ну да. И третий синдром, самый удивительный. Это синдром желтого пятна на документе. Если вы, похоже, кушали их очень хорошо и очень поздно. Неожиданно отключается мозг, так, оп, и отсюда вытекает и капает. Синдром желтого пятна. Это крайний случай уже погруженности в работу. Но когда человек кушает вовремя, у него не тратится, мозги не тратятся на пищеварение. Надо просто 40 минут отдохнуть. Три варианта. Одним людям хорошо погулять в это время, другим просто расслабиться, посидеть на свежем воздухе и третьим отдохнуть. На левом боку. Поставить на левом боку. Ну, поставить на левом боку. Понятно, да? Как определить? Как определить на практике? Самый лучший на практике. Прогуляться, посмотреть, отдохнули или нет. Если вы разбитым оказались после прогулки, значит, попробуйте просто расслабиться, посидеть, подумать о чем-то. Или третий вариант – полежать. Что лучше дает отдых? Вы как, вот, и все, и можно работать. Значит, вот это ваш отдых. Да? Что может помочь утром вставать? Знание. Знание помочь может утром вставать. В моменты, когда он хоть пушкой стреляет. Хоть пушкой стреляет, я не встаю никак, да? Знаний не хватает, значит. Встаю. Нет вкуса. Вот я, когда утром, я хотел сильно на рыбалку в детстве, и я всю ночь думал, что я надо встать. Если вы хотите, у вас есть вкус какой-то, что-то делать с утра важное, молитву, допустим, вы не можете не встать. Это невозможно. Вот у меня есть, что делать с утра. Я, допустим, сегодня, я вчера поздно закончилась лекция, но я сегодня встал рано, для того, чтобы вам прочитать лекцию. Я встал, и ее прочитал сначала в своем сердце, со своей совестью вместе сначала, а потом уже поехал сюда. Иначе у меня нет силы, понимаете? Я пришел сюда, и или рисуюсь перед вами, раз, или просто где-то еще хуже. Или я честно вам говорю, значит, у меня есть санкция. Люди посчитают, что это с надежной. Вкус такой. Вкус где взять? Узнать. От кого-то. От кого-то. Я уже не знаю давно, и все, но я какого-то буду перевести. От кого-то. Вместо будильника включайте молитву, которая вам нравится. Вот представьте, такой вот, вы спите утром, да, утро встает, там, и такой, хор такой, неожиданно, у вас, у вас со всех сторон колонки 4, у вас хорошая квартира, и такой хор. И все, это очень просто. Сейчас я вам объясню, вы все поймете. Как вы думаете, кто спит, ум или разум? Разум спит. Ун никогда не спит. Он постоянно куда-то... Да, метая, куда-то всегда лазит. Разум просыпается от вдохновения. Разум живет вдохновением, просыпается от вдохновения. Если вы хотите научить подчиненных, тогда объясняйте им спокойно. Не с нажимом, не с давлением, не с опломбом, а спокойно. Объясняйте, и тогда они поймут. Потому что разум получает знания, разум вдохновляется, и разум действует. Ум не действует. В разуме воля, в разуме решимость, в разуме победа, в разуме способность иметь творческие силы и развиваться, и менять себя. Это все в разуме находится, не в уме. Человек встает в результате силы разума, и разум вдохновляется только тем, что имеет силу вдохновения. Если вас вдохновляет, допустим, церковная музыка, вас бах вдохновляет, вас вдохновляет еще там, допустим, Антонов, но надо что-то, что-то благостное, чтобы вдохновляло. Я не жалею ни о чем, осел фундамент крепок, дом, все, что создано трудом, то мне дороже. Встал. Меня Муслим Магомаев вдохновляет. Нет, меня вдохновляет много чего, но вот Муслим Магомаев из певцов вдохновляет. Ночь пройдет, наступит утро ясное, Знаю, счастье нас с тобой ждет. Классно. Такая сила в голосе. Ты голос мой услышь. Вот представьте, вот я люблю вот этот голос, да, и как бы поется, ты вот такой будильник, он же недолго, ты голос мой услышь. Я включаю эту запись, и я вот такой, я сплю. Ты голос мой услышь. Я услышал. Услышал? Если это не помогает, тогда надо вслух прочитать несколько раз молитву. Разум включается моментально. Надо заставить себя это сделать. И ум будет говорить, прочитай и спи дальше. Ум всегда свое говорит. Но вы все равно читайте. Потому что вы прочитаете и встанете, несмотря на то, что он это говорит. Разум всегда побеждает, если он действует. Но ум всегда не дает разуму действовать. Ты на самом деле все правильно, Олег Геннадьевич говорит, все правильно, но ты устал спать. Это ум говорит, а не разум. Разум вдохновляется от музыки. Слушайте ее. Он через звук происходит. Поднимают человека уши. Чаще всего люди встают через страх. Будильник такой жестокий, такой, знаете, такие громкие люди ставят. Это через страх. То есть человек живет в страхе. Лучше всего будильник делать другой. Вот у меня, допустим, в айфоне, там одна такая музыка есть, колокола там. Я ее ставлю. Надо там функцию найти, как самому что-то поставить. Я поставил что-то лучшее. Но это работает, понимаете. Когда колоколы начинают звучать, тогда ты знаешь, зачем вставать. Поняли, да, систему? Ушками, ушками вставайте. Вас ничего не соображает, ничего не двигается. Вставайте ушками. Но вы еще должны знать одну вещь, что женщине вставать во много раз тяжелее, чем мужчине. Поэтому, если есть муж, пускай он вас поднимает. Если он сам спит, тогда, значит, надо сделать так, чтобы он вставал. Надо поставить музыку, вы сами будете спать, и он скочит. Он мужчина, понимаете? Вот смотрите, если ваш подчиненный вам все время говорит, а если это мне не поможет работать, а если это мне не поможет работать, что вы должны в это время сделать? А если он хороший человек? Знаете, надо что сделать? Надо просто вот так улыбнуться. Так улыбнуться тихонько, спокойно, ласканно. Продолжаем нашу беседу. Ну, просто игнорируем. Просто движемся дальше. Олег Геннадьевич, а в Москве очень много вещей происходит вечером. В том числе ваши лекции происходят вечером. Общение происходит вечером. Это тоже, это любовь, это любовь. И вот очень сложно лечь вовремя, чтобы встать вовремя. Как и что вы здесь? Ну, лекции же раз в месяц бывают. Ну, другие лекции. И вы постоянно вот так, да, все время? Нет, там два раза в неделю какие-то тренировки связаны с общением с людьми. Ну, значит, делайте исключение в это время. Ну, просто вы должны выбирать или молитва, или тренировка. Если у вас всегда тренировки, никогда не будет молитвы. Молиться невозможно, когда уже прошло время. Это невозможно. Невозможно углубиться в себя. Солнце пошло вверх, сознание пошло наружу. Солнце пошло вниз, сознание пошло внутрь, но уже не в том состоянии, в котором можно побеждать себя. Оно успокаивается, начало расслабляться. Только утром. Еще солнце, когда не взошло, сознание внутри и может вне судьбы побеждать. Только в это время. Нет другого времени, понимаете? Это время ушло, значит, до свидания, победа над судьбой. Выбирайте. Или это, или то. Сделайте себе выбор, что вы хотите. Если у вас все разваливается, а вы на лекции ходите, значит, тогда что-то не то вы делаете. Может быть, вам стоит все-таки молиться с утра, если у вас выбирать вам что-то надо. Это значит, что у вас плохая судьба. У меня был один тоже человек, который послушал мои лекции, а у него вообще ночная, у него был ночной клуб. Благостный ночной клуб такой. Не, правда, там хорошие люди собирались творчески, но ночной. И он, знаете, он начал молиться и победил судьбу. Вы после клуба дневной? Нет, просто его оттуда выгнали. У него как раз это произошло, он с компаньоном, его там развели, и он пошел на другую работу. Счастливый, радостный, потому что он сильно был привязан, но он победил судьбу с помощью высшей силы. Она иногда помогает вот таким образом. Решает вопрос по-своему. Ладно, мы опять расслабились. Надо двигаться вперед. Тема ведь ясна, более-менее. Лидеры это те, которые видят цель, а дальше они сами уже к ней идут. Тема поняли? Есть влияние планет. Если вы не в гармонии, не в ногу со Вселенной живете, с этим миром, то значит вы не будете вырабатывать в себе резонанс, силу, способную увеличивать энергию. Понимаете? Нужна высвободиться энергия. Если вы сами делаете так, что вы бодрые с утра, сами делаете так, что пища переварится, и сами делаете так, что вы отдыхаете с помощью этих сил. Планет. Если вы от себя ставите в правильное положение по отношению к этому миру, у вас освобождается энергия для того, чтобы давать ее другим. Для того, чтобы развиваться. Если вы сопротивляетесь, если вы орлы, вы перевариваете пищу сами, вы отдыхаете сами без луны и активизируете сами себя без солнца, значит вы сдохнете просто. Силы будут кончаться очень быстро. Есть такие рекомендации в ведическом знании. Когда человек живет одной молитвой, такие люди называются аскетами. И у них есть свои правила и предписания. Человек весь день постится, ест только на ночь, когда солнце уже село. Он всю ночь не спит, а молится, а спит только утром, когда уже поздно спать. Понимаете? И он живет все наоборот. И этот человек благодаря своей душевной силе поддерживает себе здоровье и свою силу возращивает многопратно. То есть он все делает не по солнцу, а наоборот. Я знал одного такого человека. Он сейчас уже ушел из жизни. Знаете, как он оставил тело? В поклоне перед алтарем. Это необычная личность была. Таких бывает очень мало. Зачем он делал все наоборот? Зачем он делал все наоборот? Потому что приходит время, и человек должен побеждать все, а не жить в гармонии. Но мы раньше времени это делаем. У нас нет на это силы. Если человек поднимает тяжелый вес, то у него два варианта. Или он поднял вес и победил, или у него вылез геморрой. Поэтому давайте лучше жить по солнцу. Давайте не будем из себя делать крутых, просто жить правильно и не выпендриваться. И тогда силы будут на все. Будет на все хватать. Высшие силы будут благословлять нас. Мы живем правильно, по закону. Нас благословляет сила. Если против закона, у нас отнимаются силы. Вы по нему не договорились. А? По нему не договорились. Про этого человека? А что еще говорить? Вы не знаете, вы так вдохнули, или это может быть еще что-то сказать? Вдохнул, потому что вспомнил. Осталось теперь выдохнуть. Удивительный человек. Добрый. Очень строгий. У него взгляд был, как кристалл. И когда на него смотришь, ты все про себя становишься, становится все понятно про себя. И это же мчужина. Да смотришь на человека, и тебе все про себя становится понятно. Это супер. Это редкий взгляд. Если ты нашел такого человека, просто достаточно посмотреть на него, чтобы тебе все стало понятно. Одни люди постоянно ищут оправданий, а другие хотят в себе разобраться. И для таких людей, которые хотят в себе разобраться, строгий человек — это самый добрый. Наставник должен обязательно быть. Особенно у лидера. Нет наставника — нет разума. Кто человеку скажет, куда он идет? Сам он не понимает. Он что-то понимает, что он понимает, то он уже знает про себя. Но много же не понимает. А если человек считает, что он все про себя знает, значит, он тупой. Потому что у каждого человека есть зона, которую он не знает. И эту зону может дать знание наставник. Да, в конце концов, если ты считаешь, что ты лучше всего всех знаешь, это значит, что ты уже гордый. И эта гордость — это и есть тупость разума. Смирение — это признак силы разума. Поэтому наставник нужен обязательно. Это то, что помогает благословить деятельность. Если человек благословение получил на свою деятельность, он накрылён, у него есть сила от Бога. Дальше о чём мы говорим? У нас есть ещё какое-то время. Энергия процветания. Энергия процветания. Посмотрите, сейчас мы можем увидеть много фильмов, в которых мы что видим? Мы видим такие слащавые лица. Человек такой идёт, и там у него всё получается. Он такой, знаете, как в сказке живёт, в таком мультфильме, в котором всё классно. И это есть то, к чему надо стремиться. Надо так жить, чтобы у тебя всё получалось, всё было классно. И как бы, и такой, знаете, такой летящей походкой. Вот. Ну, то есть, понимаете, это просто сказка. Потому что игра в успех не означает, что ты успешный. Это мультик, понимаете? Потому что действительно есть санкционированные люди. Успех — это санкция свыше. Энергия успеха означает, что тебе поверили там. Энергия успеха, она может быть просто по судьбе дана. Вот, допустим, есть люди, которые могут огромными компаниями... Допустим, я в Аэрофлоте летел, журнальчик взял, первую страничку отнил, открыл, смотри лицо руководителя Аэрофлота. Всё понятно. Все планеты сильные, разум сильный, спокойный взгляд, честный, честный взгляд. Понимаете, человек благочестивый. Видно, у него огромная сила внутри. Он с рождения получает эту энергию успеха. Всё. Куда он её направит, неизвестно. Сможет ли он сделать часть счастливыми людей, неизвестно. Но у него это есть. Ему поверили, ему дали возможность. Понимаете, о чём я сейчас говорю или нет? Я говорю о той силе, которая исходит от человека. Это санкция свыше. Есть ещё хороший период в жизни. Это подарки. Наступает время, и всё начинает получаться. Это не значит, что так всегда будет. Это просто подарки. Ты хорошее что-то делал в жизни, получил подарки, получи свои подарки. Всё нормально. Но скоро будет другое. Скоро будет трудно, а потом будет старость. А старость также означает снижение влияния, если ты не сдал свой экзамен. А если сдал, тогда влияние остаётся, но уже с помощью тех, кто идёт за тобой. Потому что старость проверяет, добился ты успеха или нет. Как? Если у тебя есть миссия, значит появятся последователи. Это значит, что есть кому отдать дело и кто его будет продолжать. Мы как раз и продолжаем этот разговор. На кого надеяться? Если ты действовал правильно и действительно честно занимался бизнесом, у тебя будут люди, которые дальше всё будут продолжать. Потому что в пожилом возрасте человек уже не может сам всё делать. У него нет сил. Но силы все вложены в нужных людей. И он продолжает быть при бизнесе. Но он идёт как наставник уже. Он как тот, который ведёт бизнес сверху. Энергия успеха — это отношения. Отношения с людьми. Если у вас есть отношения, если у вас есть соратники, люди близкие по духу среди структуры власти, если у вас есть люди близкие по духу, которыми вы можете сделки заключать, это и есть удача. Это и есть та сила, которая даст вам успех. Эти люди вас защитят в трудную минуту. Они вам помогут. Они вам дадут развитие. Они вам не дадут за решётку сесть. А это всё от сердца происходит. Ведь в отношениях «ты мне, я тебе» не бывает вот этих вот всех вещей. Это особая вещь, особая, которая берётся только из нравственной силы. Если вы на одной волне с кем-то находитесь, это Бог вам дал защиту, значит. Потому что как найти эту волну человека, который для тебя недоступен? Это невозможно найти. Успех — это отношения. Чем больше соратников, тем больше успеха. Есть, конечно, и удача просто. Это тоже есть. Но она от нас не зависит. Есть вещи зависимые от нас, есть независимые. Удача не зависит от нас. То, что фильмы показывают, что у этого человека всегда удача. Если он сражается, там такая музыка, это значит, что он точно победит. Но это просто фильм. Это сказка. Добрая сказка, чтобы мы верили, что всё будет хорошо. Но в жизни есть вещи, которые от нас не зависят. Удача от нас не зависит. Иногда бывает удача, иногда нет. Но если у нас есть соратники в жизни и добрые люди, которые со мной связаны в разных структурах, это значит, что удача у меня не зависит от судьбы, а зависит от моей победы судьбы. Понимаете, человек побеждает судьбу, когда у него есть вокруг вот эта сила. Если у человека есть много друзей, вот этих людей, которые его понимают, то это значит, что он успешен. Они не дадут ему возможности быть несчастным. Разве не так? Да, может быть и такое. Но лучше всего это делать самим. Бывает, что по судьбе это дано. Но лучше всего это делать с помощью своей жизни. Потому что если нет соратников, они должны быть. Скажите, пожалуйста, каким образом наставника можно найти? Во что находится или вот опять? Есть последовательность определённая. Сначала нужно научиться слушать равных. наставник появляется из тех, кто есть. Вообще наставник есть у человека всегда. Например, когда муж кричит очень сильно и громко. «Дура такая! Почему же у меня такая жестокая?» Он кричит абсолютную правду. Но почему он кричит? Потому что мы не хотим слышать. Он это делает в состоянии глубокого аффекта. Правда выходит из него. Он становится наставником в этот момент. То, что она на меня кричит, это и есть правда. Факт. Факт стопроцентный. Она просто раздутая. Она из мухи слона делает. Но это правда. Там есть правда, понимаете? Но почему она раздутая? Потому что мы не хотим её слышать. Поэтому это вопли выражается. В виде вопля, когда мы ругаемся. Это самый первый уровень наставничества. Судьба прорывается к нам сквозь, через удар психический. То есть мы не хотим её слышать судьбы, но она прорывается и кричит нам. «Услышь меня!» Это самое первое наставничество. Потом дальше, когда мы всё-таки решили слушать судьбу, тогда человек проглатывает. Наставление всегда имеет горький вкус. Человек имеет способность проглатывать от друзей. Потому что настоящие друзья — это не те, которые тебе постоянно поют песни. Настоящие друзья — это те, с которыми тебе способны правду сказать. Они просто хотят, чтобы у тебя всё хорошо было. И поэтому они тебе её говорят. И настоящие друзья даже готовы отношениями потерять отношения, но сказать, помочь, сказать правду. И это делать с любовью. Надо учиться принимать. Потому что когда человек принимает от друзей, дальше появляется возможность увидеть, что есть старшие. Потому что когда ты начинаешь слушать друзей, тогда наступает момент, когда ты хочешь принять старшего. Потому что видишь, что человек поможет тебе больше, чем ты ему поможешь. Кто такие друзья? Это два человека, которые друг другу могут помочь. Это дружеские отношения. А кто такой старший? Это тот, которым ты помочь не можешь. Это он тебе может помочь. И это надо увидеть. Это надо увидеть. Это не просто увидеть. Но это надо увидеть. А потом дальше следующий этап. Если ты готов принимать серьёзного наставника, то серьёзный наставник — это означает всегда какая-то вера. Это не означает просто дядя Вася с улицы очень мудрый. Серьёзный наставник — это школа. Потому что всегда серьёзные люди развиваются как внутри какой-то школы. И самая лучшая школа — это школа духовной жизни. Это школа, идущая вверх, которая развивалась сотни и тысячи лет. Она имеет фундамент уже свой. И эта школа, она даёт возможность тебе получить наставника. И это не наставления идут по канонам уже, по определённым. Они не от себя тяна, а от того, что ему наставник говорил. То есть есть какая-то линия преемственности уже, понимаете? И если вы хотите настоящего наставника, выберите себе веру. Может быть, она у вас уже есть, но углубитесь в неё. Потому что наставник бывает всегда только внутри веры. Он не бывает никогда сбоку. И именно внутри твоей веры. Потому что вкус духовный у человека есть, и его не надо менять. Он уже сформирован. Зачем его менять? Это очень сокровенные вещи. Так вот, наставник — это тот, кто способен тебе говорить правду. А духовный учитель — это тот, кому ты способен отдать свою судьбу. И это совсем непросто. Поэтому не надо торопиться. Надо хотя бы сначала с друзьями учиться правду говорить сначала. Потом дальше принять того, кто тебе будет правду говорить. А потом уже выбрать себе того, кто тебе скажет, как жить. А это совсем непросто. Потому что тебе же надо поверить, что он скажет правду. И принять его. И то, что ты пришёл, говоришь, я хочу, чтобы вы были моим духовным учителем. Он говорит, хорошо, бросай бизнес, иди в монастырь. Зачем вы его выбрали? Это не ваше наставление? Надо понять сначала человека. Вот такой путь. И всегда этот путь санкционирован Богом. Когда человек готов к какой-то стадии, сразу появляется человек. Это никогда не бывает так, что не появляется. Потому что свыше на нас смотрит и наблюдают. Человек, который чуть-чуть вырос, росток, который вырос, заметен. Когда садовник поливает грядку, если что-то вылупилось раньше, это заметно. Не надо думать, что он не замечает. Он замечает и льёт больше. Уже пошёл расти. А тебе ещё неизвестно, вырастут вообще или нет. Ну ладно. Я, по-моему, ответил на вашу. А? Как определить свою миссию и именимость в профессии? Как вы говорите о миссии? Ваша миссия — осознать, что вы душа. Осознать, что вы вечное отношение с Богом умеете. И понять, что вы вечно живёте. Это ваша миссия в этой жизни. Но если вы говорите о любимом деле, о лидерстве, о влиянии, тогда, если вы стремитесь к пониманию самого первого, то, что я сказал, то второе вырисается само. Потому что, пытайтесь понять, что цвет цветка определяется, когда он раскрывается. До конца лекции осталось 10 минут. А вот как раз Саша, которого я люблю. Ты не слышишь меня. Тоже. Или наука о том, как быть понятным. Духовный трансформат, семинар, тренинг. Я же русским языком объясняю. Ты совсем не слышишь меня, вы не понимаете. Как часто мы произносим эти слова и хотим произнести. По-моему, на выходе есть какая-то информация. Да, есть флоерки, есть флоерки, всё узнаете. Это очень талантливый преподаватель. И так как он сам варился в этой среде, он не так давно был, по-моему, помощником прокурора Красноярского края. Прокурору Магадана. Да, но не важно. Важно то, что этот человек знает, что такое лидерство и так далее. Он сам в этой среде варится. И он сейчас перешел на преподавание. Это его природа. Ему больше это нравится делать. Ну ладно, вот тогда сходите на его лекцию, если хотите. Значит, да, вот хорошее объявление, небескорыстное для меня. 23 декабря состоится Новый год с доктором Тарсуновым. Все подробные сайты Центра психологии Ирины Медведевой. То есть, зачем это надо? У меня есть фестиваль благости, есть концертная группа. Ребята, которые сами песни сочиняют, нравственные, сами спектакли ставят. Вот, очень добрая, душевная команда. Кто из вас был на фестивале благости нашим? Понравилась вот эта вся команда, эти спектакли? Очень талантливые люди. Я их всех собрал, и они все приедут в Москву. И весь концерт будет как один большой спектакль. То есть, с самого начала до самого конца много песен, много постановок различных. Два с половиной часа, потом приветствия, и час я буду еще с вами как бы обмениться поздравлениями и благословениями. Хорошо, когда так Новый год начинается. То есть, где-то 4 часа будет программа. Кто хочет приходить, выйдем во ждание. Выйдем хорошо проводить время. Ну и так это уже такие, не относятся уже конкретно именно к вам. 6 декабря в Измайлово состоится продолжение лекции, которая была 7 ноября. Развитие личности, как быть полезным в вечной жизни. Это моя лекция тоже. И 22 ноября мой друг Владимир Слецов проводит лекцию на тему цели и препятствия. Как правильно выбрать цель. Он монах, и как бы у него уже такая духовная направленность лекции. Вот эти все объявления. У нас до конца лекции осталось 10 минут. Еще какие у вас, да, ваш вопрос? Дмитрий Ильич, по поводу сотрудников. Сотрудников. Конкретно вопрос. Очень важно конкретно оформить вопрос. Что вы хотите знать? Я хочу сказать, что я советую на тему того, как сделать разбор, когда ты набираешь. Как делать отбор? Вот смотрите, если девушка, допустим, хочет выйти замуж, и она подходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, как сделать отбор претендентов? Я ее спрашиваю, а сколько у вас претендентов? Она говорит, ни одного и никогда не смотрели. Тогда какой ей совет надо дать? Тогда надо ей совет дать такой, стать такой, чтобы у тебя было много претендентов, и тогда будем делать отбор. Претенденты есть. А что обращать не надо? Вот, хорошо. То есть вы ответили на этот вопрос уже, да. Смотрите, этот вопрос, почему я такой задал? Потому что если человек видный, то есть у него есть сила, это значит, что будут претенденты. То есть люди будут приходить. А как проверить их качество? Есть два способа проверки. Первый способ. Надо найти хорошего астролога, который определит способности человека. Но прежде чем это делать, надо узнать его биографию. Потому что человек никогда, лошадь никогда не меняет свои колеи. Понимаете? По какой дороге она ездила, по такой будет ездить. Понимаете? То есть если человек приходит и говорит, вы знаете, я вот ищу себя, у меня было уже пять работ, и я как бы каждый год вот новую работу меняю, и вот хочу теперь у вас на основатель на остаться, это бред. Нет, потому что он точно через год от вас уйдет. Понимаете, если человек расписал вам свое резюме, то есть резюме, и вы как там какой-то пропуск на 15 лет, вы скажете, а вот здесь чем вы занимались? Он скажет, в тюрьме сидел. Вот. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что сначала узнайте поступки человека, потому что деятельность связана с разумом. Разум означает поступки, это не значит ничего другого. Просто поступки и все. По поступкам определяйте человека, не надо философствовать здесь сильно. Но когда увидите поступки хорошие, следующее. Узнайте у астролога, у хорошего астролога, если он действительно проверен, проверяйте сначала, прежде чем на него рассчитывать, потому что не все астрологи могут быть хорошими. И у него узнайте не слишком глубоко, а просто основные черты этого человека, в чем он может быть силен. Какие качества, бизнес там, солнце силен, слабый там. Это простые вещи, не надо углубляться, потому что, когда астрологи начинают углубляться, они всегда ошибаются. В простых вещах они всегда говорят правду. Это второе. А теперь третье. Поговорите с ним по-человечески. Посмотрите, он умеет вообще разговаривать или нет. А если умеет, то о чем? Посмотрите, где его глаза блестят. Возьмите две сферы, три сферы беседы. Говорите об успешной жизни. Говорите о дружбе и говорите о цели. Смотрите, где глаза блестят. Там находится его сознание. И четвертое, самое главное. Не верьте всему тому, что вы увидели и услышали, пока не дадите ему испытательного срока полгода. Потому что только через полгода человек становится самим собой. Сначала он рисуется, потом он начинает работать. А через полгода он просто становится самим собой, вот как он есть. А до этого его не видно, он просто скрывается. А через полгода, посмотрите, скажите ему честно. Скорее всего, мы вас не возьмем. Но полгода можно работать. Потому что когда будете выгонять, скажете, ну вот я же вам говорил. И все, и нормально уйдет. Просто попытайтесь понять, что понять человека очень и очень сложно. Иногда кажется, что не тот человек. Я вам приведу пример. Я когда закончил институт, я создал команду. Мы поехали на турбазу делать людей счастливыми. Все мои последователи побросали работу и поехали со мной. Я их распределил друг за другом. То есть самым первым я поставил самого надежного и того, кто со мной останется. Кто самый ценный. И потом так вот, так вот, так вот, так вот. Тот самый надежный и самый ценный ушел первым. Потом ушел второй. Вот так вот. Точно так, как я. И самый последний остался со мной совсем. На который вообще не рассчитывал и считал, что он бесполезный. Это мне судьба таким образом наказала. Она показала, что я не врубаюсь, не разбираюсь в людях. Люди показывают себя только жизнью. Только жизнь покажет, кто есть кто. Поэтому можем просто предполагать. Дайте людям возможность. Если человек действительно хочет, дайте им возможность. Спасибо. Вот вы и так в двух словах описали то, что я сказал. Я вам очень благодарен. Какими средствами, как вот, предметами получить в мире? Это внутренняя жизнь. Средство, связь со старшим, с наставником. Если у вас внутри в сердце есть связь со ставником, то вы сам становитесь наставником. У вас появляются санкции свыше. Человек становится взрослым или старшим, когда к нему приходит эта сила от тех, кто старше его. Папой может быть тот, кто хорошо подчиняется папе. Просто попытайтесь это понять, что нужен старший. И тогда вы получите санкции. Санкции — это то, что приходит свыше от кого-то. Бог — это Личность. Все очень личностно. Спасибо вам. Важный вопрос. Вкратце, бизнес и родственные отношения. Бизнес и родственные отношения. Вкратце. Жена — это влияние. Муж — это поступки. Если жена уважает мужа, подчиненные уважают своего руководителя. Услышали? Уважение — это вид любви. Уважение — это не то, что мы наслаждаемся друг друга. Уважение возникает от выполнения своего долга перед близким человеком. Если вы выполняете свой долг перед женой, а долг означает то, что приводит ее в состояние благодарности. Вот вы поступок совершили, она благодарна. Значит, вы выполняете перед ней свой долг. Она начинает вас уважать постепенно, потому что женщина и мужчина уважают только за поступки, а не за то, что он рисуется. Когда жена уважает, подчиненные начинают уважать. Жена верна, подчиненные верны. Теперь женщина и мужчина. Женщина — лидер. Возможно. Есть мужчины, у которых силы больше, чем на себя. Есть женщины, у которых силы больше, чем на себя. Не думайте, что женщина — не человек. Просто женщина и мужчина отличаются друг от друга. Женщина влияет через отношения, а мужчина влияет через наказание. Мужчина влияет через отречение. Он отрекается от человека и заставляет себя уважать. Женщина любит человека и заставляет себя уважать. Чувствуете разницу или нет? Если мужчина привязывается, он теряет уважение. Женщина, когда любит, не привязывается. Она привязывает к себе. Если у вас будут такие глаза, что все подчиненные будут вас уважать как мать Это значит, что вы будете очень мощной руководительницей И у вас будет супер коллектив Понятно? А если это семейный бизнес, то есть может жена начинать свое дело? То как распределить обязанности? Первое, что нужно сделать Работа на работе, дома семья Дома мы о работе не говорим, иначе семья разрушается Дома жена управляет ситуацией, потому что семья это женская энергия На работе муж управляет ситуацией, потому что бизнес это мужская энергия В целом понятно? А дальше уже догадываетесь Ваш вопрос, да Супер, супер Руководитель должен признавать, что он неправ Знаете как? Так как папа признает Перед сыном Что сынок, я тебе наказал Слишком строго Папа может признавать, что он неправ Но поймите, есть одна вещь Это очень сокровенная вещь Смотрите, что может старший и что может младший Младший может ошибаться Но не может пренебрегать старшим Если младший начинает говорить Да нафиг, нам нужен такой руководитель Надо его выгнать Вот смотрите, младший может ошибаться Он может быть обкаканным Но он не может кидаться этими штанами Понимаете? И говорит, что так и надо Все должны какать в штаны И бросать в того, кто стирает Надо выгнать его сразу Чего не может старший? Старший может гневаться Но не может обкакиваться Он не может выглядеть плохо Я типа обкакался Но мы продолжаем наш бизнес Продолжаем, но уже не с тобой Потому что люди в тебя уже не будут верить Не надо всем показывать свои штаны Подчиненным, понимаете? Показывать, что вот я тоже обкакал Смотрите, все нормально Не надо этого делать Надо раскаяться Сказать, есть причины и обстоятельства Почему я так сказал Мы так не делаем, но Это не значит, что я обкакался Пытайтесь это понять Что боевой дух в команде Это самое главное Вы старше Вы не имеете права ошибаться Вы ошиблись Это факт Каждый человек ошибается Но Вы просто честно говорите Мы все исправим Не я ошибся А мы все исправим Это факт, что есть ошибка Надо признать ее Но мы все исправим Не теряйте чувство собственного достоинства Перед подчиненными Иначе все будет уничтожено Тонкая грань Надо остаться сильным Надо остаться сильным Даже когда Есть поражение Вот смотрите, допустим Идет сражение Оно проиграно Как вести себя Командиру армии Он не говорит Я Проиграл Это сражение Он говорит Мы проиграли Но мы выиграем Понимаете О чем я говорю? Боевой дух Это самое главное Если он потерян Все, до свидания То есть люди разочарованы Управления нет Вы разочаровались в лидере Ну не совсем Надеюсь, что он устроится Ну разочаровались Да Это тяжело Это тяжелая ситуация Вам нужно уходить из этого коллектива Потому что если вы разочаровались Вы сейчас разрушаете этот коллектив Это бесполезно Дух потерян Куда идет армия В котором нет боевого духа Куда она идет? На самом деле А? На самом деле Куда еще? Не, она может вперед идти Но боевого духа нет Куда она идет? Она на смерть идет просто Только небольшая трудность И все разлетится в дребезги Вот в вашем коллективе Испытание начнется Все Нет ничего Сядьте рядом со своим старшим И скажите ему честно все Уходите Иначе будет плохо Иначе будет плохо Сначала сказать Сначала поговорить Мы взрослые люди Мы говорим сначала Мы пытаемся понять друг друга А? Сначала за зарплатой Зарплатой, да Сначала за зарплатой Потом все сказать Но я здесь человек Сначала за зарплатой Не главной Вы человек команды Это видно Просто поймите С кем работаете С кем нет Вам надо разобраться В этом Какая должна быть команда Разберитесь в этом Вы человек команды Вы сражаетесь Откройте ему сердце Иногда надо достучаться до старшего Это важно Откройте ему сердце Сказав Что я могу уйти Он может испугаться И открыться перед вами И все тогда будет решено Вот как раз в этот момент Когда вы готовы Рубануть И все решается Но если вы ему Об этом не говорите Значит тогда вам придется Рубануть Когда будет поздно Есть вероятность Что он недостаточно Разумный человек Чтобы быть на этой должности Есть такая вероятность Что делать? Что делать? Искать себе Капитана корабля Который знает куда плыть Мы как бы Проплыли в Индию Приплыли в Америку Все нормально Но в следующий раз Лучше не надо Да? Аликнович Как найти баланс Между бизнесом и семьей Родился ребенок Аликнович Наверх Седший Спасибо вам за этот вопрос Жене не нужно времени Ей нужны ваши силы Баланс Означает очень близкое общение И очень качественное Допустим вы сидите Смотрите телевизор И обнимаете жену Это некачественное общение Качественное общение Означает только жена И ребенок И больше никто Почему вы не можете это делать? Потому что нет сил Силы берутся Из-за внутренней силы Из-за молитвы Отдайте себя Скажите себе Скажите себе Я уделяю силы Что вы не уделяете Что вы не уделяете ей время Потому что она думает Что ей нужно много времени А ей нужно просто Элементарно Ваше внимание Потому что у нее Не хватает сил У нее не хватает Душевных сил Ее психика Не выдерживает Нагрузки Рядом с ребенком Ей нужны ваши силы Ей не нужно Ваше время Все равно Ей не сможете Поможете пеленки стирать Если мужчина Постирал пеленки Лучше их выкинуть А любая женщина Это знает Как мужчины стирают Готовят Я когда подхожу На кухню Жене помочь готовить Она говорит Спасибо Я тебе очень благодарна Признательна Ну немножко подожди Я сейчас сама Все доделаю Потому что она знает Как я порежу все Огурчик будет порезан На три штучки всего Салатик будет Очень красивым Услышали? Ей нужны силы Ей не нужно время Вот много времени Ей нужны силы Теперь у меня вопрос К женщинам Кто считает Что это не так? Поднимите руку Время нужно Именно так Именно так Как я сказал Все Как вы правильно Об этом попросите? Мужик Как правильно Об этом попросите? Вот смотрите Как правильно Попросить паровоз Чтоб он остановился? Я говорю Давай опрошу Нет, стоп Я ответьте на вопрос Как правильно Паровоз Попросить Чтоб он остановился? Красный флаг Красный флаг Правильно Вы поняли? Паровоз останавливает с помощью красного флага. Вот если прямо едет и едет, понимаете, вообще его останавливает потихоньку паровоз. Потихоньку, под откос некоторые пускают, нормально. Понимаете, паровоз останавливает потихоньку с помощью ласковых слов. Раз, 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 раз. Вот, допустим, муж смотрит хоккей. Петисов там, Харламов. Вот, как сделать так, чтобы он на вас обратил внимание? Несколько этапов. Первый этап. Подходите к мужу, обнимаете его, вместе с ним смотрите хоккей. Первый этап. Петисов, Харламов. И спрашивайте его, а кто лучше, Петисов или Харламов играет? И он будет вам об этом рассказывать. Второй этап. Третий этап. Ты бы сыграл еще лучше. Это сразу на личное отношение переключает. Он только раз не понял. Да, он раз, не понял. И дальше надо, как только, как бы чуть-чуть тема не отвлеклась, дальше надо включать чары. Женщина знает, что это такое. Дальше чары. И он уже забывает про хоккей, даже нас смотрит. Несколько этапов, понимаете? А если вы сразу приходите, включаете чары, то он будет просто нервничать. Он привязан к телевизору. Надо постепенно. Но если говорить о красном флаге, то это метод крайний. И он тоже нужен. То есть муж приходит с работы, и занимается работой дальше. Вы прямо у него на глазах собираете чемодан. Спокойненько так, с любовью. Ну какой, как, как, принято. Некоторая женщина может его собирать, чемодан, а некоторые свой. Все зависит от того, как принято в семье. Чемодан собираете. И ребенка собирает. Да, и ребенка собирает. С любовью причем, без злобы, с любовью. Это сложно. А если он потом... Вот смотрите, вот мы сейчас о чем с вами говорим? Мы с вами говорим о том, насколько вы любите своего мужа. Ну да. Ну да. То есть если вы хотите просто наслаждаться его обществом, а не воспитывать его, это не любовь. Любовь означает, что женщина включает внутреннюю строгость. Это сила у женщины включается, когда она действительно любит мужа. Поэтому вы подумайте, вы чего хотите от этого мужа, использовать его, или вы его любите на самом деле. Если вы его любите, тогда вы ему будете служить. А самое лучшее служение у женщины, мужу, это строгость. Вы когда в него вкладываете силы, он на вас не обращает внимания, тогда включите строгость. Начните спокойненько собирать чемодан. Что произойдет с ним? Да, он включится, подойдет к вам и скажет, ты что, ты что, ты что? Давай успокойся, сядь. Давай поговорим. И как бы вы садитесь, и не строго вот так, потому что не надо эмоциями бить мужчину. Он ничего не соображает в это время. Вы очень спокойно ему говорите. Мой дорогой, мне не надо, чтобы ты полдня проводил со мной. Не надо, чтобы ты какое-то время выделил семье. Допустим, с 8 до 9 вечера выключается мобильный телефон. Если хочешь, я могу тебе помочь. Все выключить. И начинаем уже думать о семье, общаться с семьей. Он говорит, ну я не знаю, может быть, не всегда возможно. Продолжаем собирать чемодан. Поезд, значит, не остановился. Он дальше едет. Вы понимаете, о чем я говорю? Если вы не хотите так жить, значит, тогда ничего не будет. Мужчина — это поезд. Если вы не хотите уметь останавливать, значит, он не будет останавливаться. И проблема, почему женщина не может остановить, потому что она не знает, что она психически сильнее. Вот внешняя сила у мужчины — это как лавина, а у женщины внутренняя сила — это как камень. Просто многие женщины этого камня внутри себя просто не знают. Они не знают, что у них огромная сила внутри, и эта сила включается в крайних случаях только у женщины. Она не включается всегда. Обычно она просто мягкая. Мужчина обычно очень твердый. Но знайте, что мужчина внутри очень мягкий. Когда у женщины камень включается, у мужчины включается мягкость, и все решается. Но если женщина не хочет камень включать, она его включит в последний момент, когда ей все надоест, она психанет и уйдет. И это означает, жестокая женщина, а не добрая. Добрая женщина включает камень, когда надо, а не когда уже поздно. Понятно, да? Надо взять себе силы и включить свою строгость женскую, когда не поздно ещё. Мои дорогие друзья, мне принесли записку. Время закончилось, называется записка. И так как у меня по судьбе не предсказал Островок, что последний вопрос мне зададут, когда я буду в гробу. Олег Геннадь ещё на один вопросик. Но уже поздно, уже всё. Мы не можем задерживать, вы понимаете, вы все бизнесмен, лидеры. Вот я сейчас, я не знаю, нам можно в зале ещё побыть какое-то время и индивидуально пообщаться, или нам надо выходить прямо отсюда срочно? В 9 часов, в 10 выйти. В 9 выйти, да? Тогда сейчас просто мы создаём кружочек, кто-то задаёт вопрос, а я отвечаю на вопрос. При всех. Но это уже не по микрофону. Спасибо.